Привет! Вот тот самый смартфон, что наделал много шуму. Без сомнений, одна из главных альтернатив вездесущим Xiaomi с их серии Redmi Note. Это Honor 8X и он один из лучших за его цену. Давайте перемоем ему кости, вернее микросхема. Вы на канале Smart Plus, поехали! Итак, внешность. Перед нами свежий смартфон и выполнен он по последнему слову моды и техники. Бюджетной техники. Первое, что мне бросилось в глаза, это его дисплей. Он просто огромный, 6,5 дюймов. Но нельзя сказать, что смартфон очень уж большой. Он чуточку выше стандартных 6-дюймовых смартфонов. Все благодаря очень небольшим рамкам сверху и снизу. Когда держишь его в руках, понимаешь, что это действительно современный смартфон. Вроде бы держишь сам экран, а не смартфон. Хотя рамки все же есть. Тут же сверху у нас миниатюрная челка. И это оправдано в данном случае. Ведь тут просто некуда уже установить фронталку и датчики. И разговорный динамик. Эх, вот бы сюда выездную фронталочку и динамик по типу, как в моем шарпе. И чтобы без выступа. Надеюсь, что будет такой тренд. Но спасибо, что хоть небольшой аккуратный выступ, который, к слову, можно скрыть. Заходим в настройки в экран, темная область сверху экрана и просто элементарно скрыть темную область сверху экрана. И вуаля! У нас появляется типа рамка сверху, в которой будут отображаться масса полезной информации. Сигнал сети, Wi-Fi, уведомления. Согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы там была настоящая рамка. А все это не занимает полезную площадь экрана. Еще раз посмотрим на монобровь. В ней прикольный круглый динамик. Как по мне, очень даже стильно. Также датчики приближения освещенности и миниатюрный многоцветный индикатор событий. Также обращаю ваше внимание на скругление по краям дисплея. Так было в старых телевизорах с трубкой. Хоть и спорный тренд, но мода есть мода. Еще вернемся к этому моменту. И сразу замечу, что сразу из коробки на экран наклеена защитная пленка. И как показывает практика, она неплохого качества. Сильно не царапается и даже какая-никакая олеофобка есть. Если снять пленку, то под ней по отзывам ее нет. Так что снимать не нужно. Переворачиваем смартфон, а там еще одно стеклышко с 2.5D скруглениями. Так же, как и спереди. Благодаря этому, в целом, смартфон очень удобно сидит в руке. Ничего в руку не впивается, повсюду скругления. Две задние камеры не сильно выступают, что радует. И сканер отпечатка пальцев у нас тут же. К слову, работает очень быстро и точно. Боковые рамки корпуса у нас из металла. А снизу на торце мой любимый вариант. Решетка динамика, микро-USB вход и тут же вход по 3.5 джек. Если носить в кармане джинс, удобно класть туда смартфон головой вниз, проводом вверх. И так же доставать. Клавиши справа. Сверху у нас лишь одна дырка под микрофон и лоток слева. Лоток, кстати, у нас не просто лоток, а под две сим-карты и карту памяти. Что, как по мне, наилучшее решение. Телефон выглядит красиво сзади, пока вы не подержите его в руках хорошенько. Отпечатки собирает на ура. И их хорошо видно. Да хотя даже и с ним он красив, скажу я вам. Цвета бывают разные, но я купил черный. Покупал на Алиэкспресс за 219 долларов на момент покупки. К слову, цены просели уже немного. Ссылки оставлю внизу, но не спешите смотреть. Есть отличия в версиях, потому досмотрите видео, все поясню. Родавец добавил в подарок стекло на экран. Спасибо. Ну и переходник на нашей розетке, ведь у меня китайская версия смартфона. Шнур microUSB и зарядка на 5 вольт 2 ампера. Посмотрим же сам экран. Это Full HD+, матрица LTPS. В настройках экрана вы можете выставить или обычные цвета, или более яркие. Тут же можно менять цветовую температуру дисплея. По цветам и насыщенностью тут все в полном порядке. Верхняя и нижняя яркость просто отличная. Картинка на экране выглядит очень сочно. Разрешение можно выставлять от HD+, до Full HD+, или оставить умное. Когда заряд низкий, для экономии будет переходить на более низкое разрешение. Тут на ваш выбор. Также есть режим защиты зрения. В целом дисплей хорош. Но я заметил, что у браузера Chrome, который я использую, текст отображался как бы не совсем четко. Вроде бы размыто что ли. Кто-то может быть и не заметил бы, но моя задача разглядеть побольше. Меня это насторожило. Но когда я скачал другой браузер, я увидел, что текст там выглядит четче. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего дело в оптимизации. Надеюсь, с обновлением это исправят. На других смартфонах все в порядке с этим. Напишите в комментариях, как у вас с этим моментом, если вы уже владелец. А так, кроме текста в Chrome, дисплей более чем устраивает меня. Также акцентирую ваше внимание на больших скруглениях по краям. Симметрично, сверху и внизу. Но если убрать монобровь, то скругления с одной стороны будут больше. Это будет видно при просмотре видео YouTube или играх. Если поначалу это заметно, то потом вы быстро привыкаете и дискомфорта не будет. Опять-таки, современные смартфоны сейчас практически все делают в таком стиле. Так что назовем это фишкой. Дальше рассмотрим саму оболочку MOI. Тут стоит Android 8.1.0 и прикрыт оболочкой MOI 8.2.0. Опа, Андрюшка вылез. Привет, как тебе поживается на данной оболочке и данном смартфоне? Все пачком. Помнишь, как ты только получил смартфон, не было управления жестами? Да. А теперь зайди в настройки и посмотри после обновления. А ну-ка. Теперь у тебя три варианта управления. Тремя наэкранными кнопками, одной навигационной, а теперь уже и жестами. Одной наэкранной кнопкой было удобнее, чем тремя. Нажал и ты на главном экране. Свайп влево или право, откроются запущенные приложения. Только спрячь клубничку, если смотрел. А что, на таком экране можно. А теперь, когда появились свайпы, еще удобнее стало. Свайп снизу вверх попал на главный экран. Снизу вверх и задержал палец, запущенные приложения. Свайп слева или справа, шаг назад в приложении. Удобно же! Да, ты прав, совсем как на Xiaomi. Действительно удобно. Нет, я живу в Хонор. Кто такие сяоми? Я их не знаю. Так Хонор или Онор? Как тебе удобнее. Мне Хонор. Как по буквам, так и читаю. Беру с вас, людишек, пример. Ладно, давай, я продолжу обзор. Ой, задрал. Да, друзья, как вы поняли, оболочка очень функциональна и интуитивно понятна. Но бывают и глюки пока что. Например, у меня вылетает иногда YouTube. Но думаю, это поправимо обновлением. Гибкие настройки внешнего вида. Экрана, звука. Разные варианты управления. Есть FM-радио. Помимо отлично работающего сканера, есть и разблокировка по лицу. Причем работает очень и очень шустро. И только тогда, когда глаза открыты. Срабатывает и при недостатке света, но дольше думает. И огромный плюс в том, что можно настроить активацию экрана и разблокировку по лицу, когда вы приподнимаете смартфон со стола. И теперь, чтобы разблокировать и посмотреть время или уведомления, не нужно брать смартфон в руку и пальцем тыкать в спинку. Да и вообще, вам лень будет тыкать в нее. Приподняли и все. В общем, вам должно понравиться. Теперь о начинке. Новый процессор. Это еще одна фишка смартфона. Kirin 710. 12-ти нанометровый техпроцесс. Оболочка на нем летает без намеков на неспешную работу. Это процессор среднего уровня. Он не будет альтернативой Snapdragon 710. Но он немного превосходит или приблизительно на одном уровне со Snapdragon 636, который установлен в популярных Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro. Но не во всем. Есть такая фишка у него, GPU Turbo. Например, PUBG можно спокойно бегать на ультра настройках без всяких проседаний в большинстве случаев. Данная игра оптимизирована. GPU Turbo работает. А вот в танки на ультрах не поиграть. Будут просадки и фризы. Максимум среднее для комфортной игры. Так что тут смотря какая игра. Ясно одно, что Huawei занялись вопросом производительности в играх. И в любом случае будут развивать это направление. А данная платформа для игр еще как подойдет, если вы любите погонять. Так что производительность то, что нужно за эти деньги. Памяти в моем случае 4,64 гигабайта, что вполне хватит для 90% пользователей. Но есть и другие модификации 6,64 и 6,128. Датчиков у нас необходимый стандарт. И все работают корректно. GPS тоже справляется нормально. Видит три вида спутников. И тут мы подходим к интересному моменту. То, о чем вам необходимо знать. Есть китайская версия данного смартфона, как у меня. А есть так называемая RST версия. Другими словами, этот смартфон рассчитанный на глобальный рынок. Китайская версия, понятно, для их рынка. Но она мультиязычна. Что это означает и какая разница? Во-первых, азиатская версия не поддерживает все стандартные LTE бэнды для наших стран. Сейчас вы можете видеть на экранах частоты. Во-вторых, в китайской версии нет датчика NFC для бесконтактных платежей. В RST версии, в той, что продается у нас, он есть. Третьих, в моем случае я получил смартфон с Google сервисами. Продавец постарался. Но если вы закажете или уже заказали китайца и их там не будет, это не беда. Очень легко установить эти самые сервисы. Когда я получил смартфон и скинул к заводским настройкам ради интереса, Google пропали. И появилось много китайских приложений. Но устанавливается все очень легко. Ссылку на пост я оставлю в описании. Но еще, конечно, все дело в ценах. Китайская версия, если брать на данный момент, дешевле примерно на 60-65 долларов, чем если покупать у нас сейчас. Зато купил по месту, не нужно ждать. И официальная гарантия. В общем, дело такое. Если вам нужен NFC, хотите быть уверены в том, что LTE будет работать на любом операторе, хотите гарантию, не хотите ждать, покупайте у нас. Если же хотите сэкономить долларов 60 и более, вы с техникой на «ты» и сможете легко установить Google сервисы, и вам не нужен NFC, или ваш оператор раздает LTE на бендах китайских версий, берите ее. Скорее всего цены, что на китайскую, что на глобальную версии будут падать. Смотрите и сравнивайте в описании. Но лично для себя я выбрал бы с NFC. На коли от тебе тот NFC сдался? Денег будешь меньше тратить без него. Ага. По Wi-Fi у нас все отлично. Он двухдиапазонный. Bluetooth 4.2. Стандартная связь в норме. Я слышу отлично, меня тоже. Звук из внешнего динамика порадовал громкостью, как в разговоре на громкой связи, так и при воспроизведении мультимедиа. Динамик не писклявый, есть даже некоторый объем звука. Звук в наушниках по громкости достаточный в принципе, но хотелось бы большего запаса громкости. Но более высокоомные уже будут слегка тихими. Выставление другого региона в настройках не меняет этого. Также радует возможность править звук эквалайзером или выбрать любой пресет из присутствующих. Камера. Вывод в целом я сделал такой, что камера середнячок. 20 плюс 2 мегапикселя тут. Чудес за эту сумму ждать не стоит, но и не будет разочарованы. Фото неплохие, если света достаточно. Есть также ручной режим и множество других. При слабом освещении хорошо проявляются шумы, но можно выставить ночной режим и станет чуть лучше. Понравился портретный режим. Даже при плохом освещении софт телефона делает фото очень приятными по цветам. Глубину резкости можно регулировать уже после съемки. Этот режим тут сильная сторона и ошибки смартфон делает, но в допустимых нормах. Фронталочка 16 мегапикселей. Можно делать хорошее фото и обрабатывать тут же. Если активировать искусственный интеллект, фото стают более насыщенными. Смартфон вообще любит добавлять красок фотографиям. При съемке видео есть существенный недостаток – полное отсутствие любой стабилизации. Потому снимать на ходу будет трудно. Тест съемки видео на смартфон Honor 8X. Вот я машу рукой. Значит, ситуация такова, что тут нет стабилизатора. И нужно снимать аккуратно. Картинку красит, она более насыщенная, нежели в реальности. В принципе, шумы есть, потому что здесь недостаток освещения. Потому не скажу, что камера видео снимает очень-очень круто. Так себе средне, можно сказать. В общем, по съемке у нас такие дела. Автономность. Батарея 3750 мА. На целый день заряда вам хватит точно. За полчаса просмотра видео на яркости 75%, смарт сядет на 5%. За полчаса игр на 8%. Заряжается от 0 до 100 за 2,5 часа примерно. Вывод делаем такой, что на день активного использования хватит легко. И на 1,5-2 дня при среднем использовании. Какой у нас итог? По праву на данный момент, это один из самых популярных смартфонов. Благодаря его цене, внешности и начинке. Красивый современный дизайн. Отличный экран. Наличие NFC в международной версии. В общем, смартфон порадует большинство пользователей. Учитывайте то, что есть китайская версия и глобальная. Но в обеих доступны разные языки. О отличиях я уже вам рассказал. Учитывайте также габариты. Он совсем немножко выше стандартных 6-дюймовых смартфонов. Если вы уже пользовались таким, дискомфорта не будет. Если пользовались маленьким, надо будет привыкнуть немного. Желаю вам выбрать только хорошее устройство. С вами был Андрей, канал Smart Plus. И я. Да, и ты. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok